Друзья, всем привет! Находимся в секретной лаборатории по производству черенков и сеянцев. Нас любезно встречает руководитель данной организации Владимир. Вов, привет! Здравствуйте! Здравствуй, Костик! Два вопроса тебе прям сходу. Давно ли ты в закрытом помещении занимаешься черенками и сеянцами? И почему это не теплица? Ну, давай тогда немножечко развернем этот вопрос. Значит, всегда я выращивал цветы на срез. Потом актуальность летних цветов на срез закончилась. Я перешел на рассаду. Рассадой занимаюсь, наверное, лет уже 12. Начали по чуть сеять, черенковать, что-то привозить из Европы. Появилось понимание, что хуже, что лучше. Сеяли в теплице. И вот в результате нашего развития мы попали уже в подвал. Потому что здесь более благоприятные условия, более стабильный микрохлимат. И поэтому эта тема у нас вот начала развиваться. Ну, вот буквально я, получается, лет 10 назад здесь начал тюльпаны выращивать чуть больше. В подвале? Да, в подвале. Мы с тобой уже ролик несколько сделали. У меня здесь долгосрочная аренда. От тюльпанов я отказался и потихонечку начал щупать черенки там и сеянцы. Ну, как давно? Ну, года 4 точно. То есть, 4 года в подвале ты... Да, да. А почему, интересный вопрос, почему ты ушел именно с рассады из теплицы и пришел в подвал? Или в теплицах тоже осталось рассады? Ну, смотри, сей я 350 тысяч сеянцев. Чуть-чуть у меня еще все-таки осталось в теплицах. Но вот этот год, наверное, последний. Уже у меня здесь хорошие результаты. Мы с тобой походим, побродим, покажу тебе. Посмотрим. Да, посмотрим и как-то вот этот вопрос, наверное, разовьем. Ну, вот смотри, какая история. В теплицах нестабильный климат, солнышко вышло. У всех у нас теплички простые. Там где-то солнышко выглянуло, тепличка нагрелась до 35-40. Сразу скачок температуры, падение влажности. А для осенинцев это негатив. У меня в Волгограде товарищ лет 15 уже сеет в подвале. Ты понимаешь, что Волгоград это вообще там адовые температуры. А он там сеет даже и у стома. И он мне уже лет, наверное... И горе не зает. Да, и он мне лет 10 уже говорит, Вован, опускайся в подвал. Он мне знает, что это помещение есть. И говорит, вот и все. А началось с чего? Я привез летом хоризонтемы, неукорененные черенки. Начал их мучить в теплицах. Поднялась температура среднесуточная. Там было 25. Конечно, для успешного укоренения это негатив. И вот благодаря этой хоризонтеме я залез сюда, увидел все перспективы в данном помещении. Даже больше не скажу, внедрив вторую комнату с другой температурой, вот эти перспективы, они просто... То есть два складских, получается, этих помещений? Тут какая площадь именно этого помещения? 300 квадратов. Вот этого 300 квадратов? Да. И еще одно есть? И еще одна 300 квадратов. Ты сказал, меньшая температура там? Ну, там здесь у нас идет укоренение черенков и посев. Здесь более высокотемпературный режим. Вот. Сейчас мы тоже здесь будем начинать опускать температуру. Мы просто будем внедрять уже подогрев стеллажей. Да. И тут тоже немножечко опустимся. Короче, здесь у нас 18-19 градусов. А там 14-13-14 градусов. Там уже идет уже, можно сказать, подготовка черенков и сеенцев. Уже экологузы, уже теплицы. Какие культуры, хоть в двух словах? Костик, вегетативные черенки. Тут и пиларгонии, тут и бегонии, и петунии, и сурфинии, и калибраху, и остеоспермы, и фуксий. Весь спектр, что вот есть в вегетативе, все здесь есть. Плюс мы еще сейчас уже здесь тестируем сеенцы. Уже не первый год, уже результат уже тоже хороший. И поэтому все сеенцы, они тоже здесь присутствуют. Та же самая? Газани. Газани, да. Это посевы. Сколько вот этому сеенцу плюс-минус месяцев? Костик, я вот это вот, газани очень быстро всходит. Как бы, ну, тебе не обмануть, но недели три. Недели три, такому сеенцу. Да, да. Просто она всходит очень быстро. Газани это не бегония, тут все очень быстро. И оно здесь и растет. Я тебе даже больше скажу. Вот мы сюда зашли с периодами посадки, со сроками посадки с теплиц. И здесь это все растет. Пришел сюда с тепличными сроками? Да. Но сроки... Да, да, да. Придется все изменять, потому что здесь гораздо все быстрее всходит, гораздо все быстрее растет. Поэтому вот я тебе покажу... И результат лучше. Да, я тебе покажу бегонию, которая вот в теплицах была бы еще маленькая, а здесь ее надо уже... Ну пойдем, прямо сейчас посмотрим. Ну пойдем. Друзья, вы знаете, что у нас есть интернет-магазин, наш интернет-магазин Пласт Агротара, сайт Пласт Агротара РФ, горшки, кассеты, поддоны, кашпо, а также профсемена в мелкой фасовке. Огромный ассортимент, шикарное качество, доступные цены. Доставка любыми транспортными компаниями и даже почтой. Пласт Агротара, ссылочка там. Вот эта бегония была в середине декабря посеяна, да? Это посев бегонии в середине декабря. Вот она уже распикирована в 128-ю кассету. Мы ее два раза уже обрабатывали регуляром, и тем не менее она уже вот 54-я, но мы ее будем паркировать уже на следующей неделе. А тут сверху, о, тоже бегония. Да, это бегония, это посев середины января. Это виола. Виола, да. Да, мы сеем с интервалом один раз в 7-10 дней, в зависимости от культуры. Поэтому вот мы сейчас уже освободили стеллажи, вот дальше идем, мы уже сейчас уже будем третью волну. Тут тоже 300 метров вот этого помещения? Да, здесь 300 квадратов, еще не все готово. Вот мы свет дальше делаем. Да, люди там работают. Целый стеллаж бегонии, да, я так понимаю? И, наверное, и не один все-таки. И не один, да. А смотри, вот такая бегония, вот какая-то другая, я тоже понимаю, бегония, да? Ну, смотри, это бегония вечно цветущая, а вот это нон-стоп, так называемый. Нон-стоп, это что такое? Ну, они клубневые, да. А, клубневые. Да, но все это паста. То есть два вида бегонии? Да их много там разных. Не, у тебя? На данный момент, да. Просто что-то мы сейчас черенкуем вегетативно, я маточник оставил, а что-то мы сеем. Ну, даже вот виола, вот там вот, это виола ампельная. А, ампельная виола? Да, вот это вот ампельная, вот это простая. Вот, там вот дворечка, вот в гвозди тут пошел. И еще раз напомню, сколько здесь градусов в этой камере во второй? Вот в этой 13-14. Тут прям прохладно, хоть садиться. Да, да, да. Ну, вот эта вот температура позволяет уже акклиминтизировать черенок, загнать его в нижнюю температуру и не пользоваться регуляторами рост. Ага. Так, вернулись в теплую камеру, тут там действительно прохладно. Вот смотрю, я смотрю, везде свет, без света же нельзя в закрытом помещении, правильно? Конечно, конечно. Какие-то сложности, как подбирать, что за лампочки, на что нужно обратить внимание, когда именно под рассаду свет выбираешь? Ну, эволюция была довольно-таки длительная и мучительная, много я здесь светов угробил, много там... Светом? И светом тоже в том числе. Вот видишь, там вот лампы одного образца, там висят. Я уже перешел вот на вот эти линейные лампы, пробовал и обыкновенные прожекторы, и все на свете. Поэтому подбор ламп, конечно же, очень мучительный, потому что площадя большие, если сюда дорогие лампы покупать, вот те лампы стоят 15 тысяч рублей, они мне достались довольно-таки хитрым образом, но тем не менее, вот этот комплект, лампа дроссель стоит там 1200, там 15. Конечно же, выбор там был в сторону дешевых, и шел я от дешевых в сторону больших. Поэтому где-то мощные лампы, вот эта лампа, она метр двадцать длиной, она потребляет 20 ватт, у меня в той комнате есть 40 ваттный. Вот это вот подбор очень длительный. Ну а как правильно подобрать, на что обратить внимание? Что можно любить, любую прийти купить, или какая-то специальная спектра, я не знаю? Значит, вот ты про спектра заговорил, так называемые фитолампы, это все-таки маркетинговый ход, это все метод выложивания денег там из покупателей. Вот, поэтому на вот это зацикливаться не надо. Вот, неоднократно говорю, компания фермерру, там, или минифермер, минифермер, по-моему, называется они вот, они мне вот сейчас вообще вот большую партию предоставили со срочкой платежа, чтобы я тут максимально быстро развился. Так вот, мощность лампы не всегда, это очень хорошо, потому что у меня были мощные лампы, я их вешал очень низко от растений, и начиналось горение, да, там растения, то есть, ну, как бы тяжело было. Температурный режим тоже самое. Поэтому вот, повторюсь, вот под люминесцентными лампами, ну, не растет. Есть какие-то лампы, у меня тоже были определенным спектросвечением, ботва растет, цветок не закладывается. Поэтому вот сейчас у меня вот этот вариант. Единственное, смотри, если лампа слабая, ее надо компенсировать длинным цветовым днем. Если лампа мощная, тогда можно покороче. Поэтому недостаток, скажем так, эффективности лампы, можно компенсировать удлинением длины светового дня. Ладно, про свет понятно, что ничего не понятно. Температурный режим, как следишь? Температурный режим, ну, у меня здесь автоматика. Значит, когда у меня здесь была одна вегетативка, условно я здесь держал там 20-21 градус. Здесь у меня стоят термодатчики, они уже регулируют температуру, ту, которую я выставляю. И если ты обратил внимание, здесь у меня есть батареи, они полностью перекрыты. Естественная температура, вот этой комнаты в летний и зимний период порядка 18 градусов. То есть достаточно, чтобы не топить вообще? Да. Вот какой ли мотив твоего вопроса? Чем вот эта комната отличается от теплицы? Здесь у меня долгосрочная аренда, мы находимся с тобой в подвале. Цена квадратного метра довольно-таки дешевая. Здесь я не топлю. Ты представляешь, сколько мне надо было бы газа отдать, чтобы отопить там две комнаты по 300, это 600 квадратных метров. Вот. И плюс свет. Свет здесь довольно-таки хороший у меня тариф. Поэтому на обеспечение климат-контроля здесь стоит 3-х киловаттный вентилятор, и этого достаточно. Ну, класс. Я смотрю, пару дней назад здесь был, у вас стеллажи прям были более, как бы сказать, забиты. Вы это куда-то продаете, или вывозите, выкидываете. Смотри, ты же знаешь, у меня много там после тюльпанов сеянцев и черенков. Да. Поэтому задача, вот здесь вот, не цель там начать активно торговать эти черенки и сеянцы, а обеспечить свое производство. У нас какая проблема у тюльпанчиков? Мы тюльпаны продали, надо брать где-то срочно черенки и сеянцы. Да. У нас вариант, чтобы сезон не пропустить. Купить это в России или купить это в Европе. Сам понимаешь, ценник конский, там прибыль получается минимальная. Когда ты начинаешь сеять сам, вот, и черенковать сам, тогда это происходит удешевление себестоимости продукции и увеличивается прибыль. Мы один раз в марте там привезли черенок, ему дай бог там успеть там дорасти, там, чтобы заполнить кашпо. Вот. А если мы здесь привозим первые черенки в декабре, некоторые даже в ноябре привозим, мы успеваем там две-три волны спокойно укоренить, и у меня уже получается и полноценные кашпо, и литровые горочки, и даже вот кассеты я набиваю, то же самое и по сеянцам. Я раньше покупал сеянцы, сам знаю, где-то там в Европе или в России, а тут оно уже все свое. Да. Проблема, знаешь, как вот у тюльпанчиков и рассадников. А это все темы, они накладываются одна на другую. Какая-то тема страдает. А вот это вот помещение позволяет мне вот это все невидимое. Куда в итоге рассаду-то делать с этих стеллажей? Рассаду мы уже отвозим в теплице. То есть освобождается место там какое-то? Да, да, да. Вот мы новогодние тюльпаны срезали, мы туда поставили первую волну черенков. Сейчас валентиновские тюльпаны срезали, и вот то, что ты приехал, ожидал здесь увидеть, вот... Несколько дней назад вот как будто больше всего было. Да, да, да. Это все уезжает теплицы на надорачивание. Здесь мы, смотри, у нас здесь в таблетках 128-е кассеты, потом мы переваливаем в 54-е кассеты, уже носим туда, уже на адаптацию, и из 54-х кассет мы уже увозим теплицы, сажаем там в литр, в полу-литр, в зависимости от культуры. Продажи какая-нибудь розничная, полурозничная, оптовая, отправки, самовывоз, что у вас вообще есть? Ну, повторюсь, основная задача была загрузить собственные производства, и уже как побочный эффект условно, люди начинают приезжать, у меня тут калужане приезжают, стулы приезжают, некоторые издалека мы пробуем и как сделать интернет-магазин, мы все стоки всегда выкладываем. Вот в этом году мы привезли первую партию там черенков, укоренили, там начали выкладывать сток, неделя прошла, вообще все забрали. То есть где-то можно посмотреть наличие вашего черенка? Да, мы вконтакте есть. Ссылку оставил? Да, мы в инстаграме раньше были, сам понимаешь, с инстаграмом сейчас... Закона мы не нарушаем, конечно. поэтому мы перешли вконтакт. Как только у нас свободка появляется, но повторюсь, вот сейчас вот эта вот ситуация, вот даже знаешь, как вот этим могу сказать, я в октябре привез партию первую черенков, она приехала на Уран. В ноябре и в декабре три партии, мне просто машина ехала 14 дней, и все, мне ушатали, там засушили, и я остался без условного ассортимента. Вот, поэтому, конечно же, задача стоит вот в наше тяжелое время перейти на самообеспечение, семена по-любому будем покупать, конечно, а черенки уже надо уже потихонечку уже оставлять правильный посадочный материал, маточники, я имею в виду, потому что если в теплице его отвезти, там будут высокие температуры, все равно будет растение болеть и страдать, а здесь вот уже наработки есть, я спокойненько могу до следующего года уже держать хороший маточный материал. Вот 600 квадратов, да, но не полностью задействовано, да, сколько человек у тебя здесь справляются, помимо тебя? Ну, я здесь работаю только на камеру, остальные... Так, девочки, там света, по-моему, вижу. ну, здесь в основном, конечно, сезонные рабочие, потому что летом здесь работы мало, но, если задача у меня сейчас стоит перейти на круглогодичное черенкование многолетних культур, вот ты видел, кое-где печальные там картины, есть там и гортензия, дохнет, но если мы на это перейдем, то у нас здесь будет круглогодичный, 12-месячный цикл, я тебе даже больше скажу, вот ты вот видишь, стеллажи уже просятся уже в дополнительные полки, поэтому... Сколько человек-то в итоге сейчас работает? сейчас... сезон, сейчас же самый сезон, я так понимаю, нет? Ну, максимальный, когда черенкование, пикировка, 4 человека. Максимум 4 человека справляются? А так, наверное, 1-2 человека, то есть напали, надали? А так 1-2, да, да, да. Какая высокая гацания уже, когда она была у вас по сей, да? Сеяли мы ее в середине декабря, опять же, повторюсь, вот здесь все развивается гораздо быстрее, ты видишь, она уже большая. Не перетянулась случайно? Мы ее перевалили в 128-е кассеты и сейчас она уже, конечно, просится в 54-е. По качеству она нормальная, не залитая, единственное, что она уже, конечно, просится в 54-е кассеты, как минимум. На следующий год сделаем поправки вот именно на сроки поселок, потому что, повторюсь, здесь все у нас сходит и растет гораздо быстрее. То есть такая гацания сейчас не должна быть, должна быть чуть поменьше? Не, она в торговые моменты, вот смотри, у меня всегда она не успевала зацвести, мы ее продавали. Всех не успевает зацвести, мне кажется. А вот здесь мы спокойненько уже ее к 15-20 апреля уже приготовим и она уже будет в цветущем мире. Отлично. Чтобы сильно ролик не затягивать, давай, Вов, резюмируем, плюсы, и, кстати, может быть, какие-то минусы ты нашел в производстве именно черенка, в подвальном производстве. Ну, смотри, очень многие выращивают тюльпаны в подвале, там, и можем, можем даже сделать аналогию, да, там, что там лучше или хуже. Тут, конечно же, тюльпаны продавать легче, вот, я имею в виду, ты вырастил в подвале, развелся в магазине, и это вот основной плюс тюльпана, потому что спокойненько это самое, вот. но у тюльпанов минус, ну, нужен очень хороший свет, потому что тюльпаны в подвале и в теплицах, они все равно имеют разные. То есть, тюльпан в подвале вырастить сложнее, чем рассаду? Нет. Не к этому тепличную, но, опять же, если мощный свет, вот, короче, здесь удобно выращивать и тюльпаны и рассаду. Но ты же перешел на рассаду? На рассаду, потому что тюльпаны мне, ну, сейчас здесь не очень удобно выращивать, у меня бизнес перестроился, вот, и вот эти помещения у меня пустовали, поскольку мне были проблемы именно с пассивом, у меня в теплицах вытягивались семена там, где-то там падали, где-то плохо сходили, плюс теплицу надо дотапливать, плюс ее надо досвечивать, это очень дорого. Поэтому здесь по рассаде здесь вообще минус вот в моем случае только один, то, что они у меня территориально удалены от моего тепличного комплекса и страдает логистика. А так вот свет, климат и здесь все гораздо лучше. Вот ты видишь, сколько я сейчас сюда сил и средств вбухиваю, чтобы это все запустить. Поэтому вот мне очень нравится здесь выращивать в подвале вот именно рассаду и черенки, и сеянцы. Здесь стабильный климат, постоянно здесь свет, автоматика включает и выключает. Поэтому если есть возможность этого тюльпана, конечно же, предпочтительный в теплице. Но опять же, если теплицы у человека нет, он может выращивать в подвале. Поэтому вот я тебе сейчас, знаешь, как скажу, в подвале можно выращивать все, вплоть, наверное, даже и лука. Поэтому у кого какое помещение... Если есть в подвал, переезжаю в подвал, особенно с рассадой. да, да. Это же, ты знаешь, они же и в Европе, там и в мире, все там большие хозяйства, они занимаются вот посевом в каких-то специализированных помещениях. Потому что теплица, это да, ты уже там подращивание, потому что теплица это дорого. Сам знаешь, землю надо купить, теплицу построить, а в подвале всегда стартануть гораздо проще. Повторюсь, вот у меня вдруг в Волгограде там летом там под 40 градусов. Где его сеять? А сеять он очень много. Поэтому если есть такой... Он опустился под землю. Да, да, он в теплицах именно выращивает цветы на срез, а в подвале он и сеет там и матиул, и капусту там декоративную. Ну ты здесь не первый год, поэтому твоим словам можно верить, они уже подтверждены опытом. Да, конечно же, мы много тут, я приехал с тепличными принципами суда, с поднятиями. Здесь это все пришлось перестраивать и очень многие тут понимают, что температура опустилась, опустилась влажность сразу тут... То есть, нюансов тоже, по-моему, на самом деле. я тебе могу сказать... Не все так просто, как может казаться. Тут каждый, можно сказать, каждый раз я начинаю понимать растения по-новому, и вот эти комнаты мне позволяют гораздо больше широту вот этих для экспериментов и для понимания растений. Ну, класс, спасибо, спасибо за видеоролик, спасибо за знакомство с таким подвалом, с твоими помещениями. приезжай в гости, будешь смотреть, как мы строимся, как мы развиваемся, как и меняется рассада в качестве, будешь следить за нашим развитием. Хорошо, спасибо. Ну все, пока. Давай, удачи тебе. Всем пока. Пока. До свидания.